всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать вот пресс уже на хостинге в прошлом уроке мы с вами перенесли сайт на хостинг и прежде чем мы приступим к теме урока это форма обратной связи хотелось сказать несколько слов что все-таки не все так хорошо перенеслось несмотря на проверенный метод то есть не буду лукавить давайте посмотрим что произошло не так именно с картинками на сайте и это очень легко посмотреть вы можете просто на вашем сайте на фронтальной части кликнуть правой кнопкой мыши и просмотреть код дальше перейти вот сюда вот в консоль у вас здесь не должно быть таких красных ошибок то есть смотрите если мы посмотрим сами сейчас на ошибку на эту 10 нам показывают путь давайте посмотрим и в конце видите написано какое-то изображение ругается на нее вот и было сразу мною замечено что что-то не так с изображениями то есть не тут достаточно просто изображение эти ссылки им поменять перезагрузить но смотрите это удобно только в том случае если вы сайт делали на локальном хостинге и статей закинули буквально несколько то тогда ничего страшного быстренько картинки все перезагрузить заново ваши записи но если у вас сайт переносится с другого хостинга где очень много записей или вы много записи уже сделали на локальном хостинге то здесь нужно как бы разбираться дальше в данный момент я пока не знаю метода такого стопроцентного рабочего чтобы без проблем перенесся wordpress так что имейте это в виду здесь мог быть некий проблем в данном случае проблема именно с картинкой его 10 я вижу написано сэндвич давайте перейдем на сайт посмотрим то есть это стандартная картинка вот она сэндвич если мы посмотрим ругается на нее у меня ругался еще на одну картинку в посте но я просто ее зашел в записи просто ее как бы перезагрузил самой записи то есть из меди менеджера и как бы все нормально стало больше проблем я не заметил именно проблема в ссылках именно с картинками причем именно вот эти картинки в записи смотрите сейчас посмотрим которые вставляются вот здесь вот как в миниатюру так здесь я не вижу давайте посмотрим запись вот здесь вот это видно вот вот сюда вот видите вот изображение записи на них не ругается давайте посмотрим в кастомайзер у меня здесь пропала картинка именно заднего плана так это фоновое изображение давайте выберем изображение так отсюда посмотрите вот она фоновое изображение его выбрал выбрать изображение она была здесь загружена опубликовать то есть на заднем плане обновляем страницу сзади видно изображение здесь ошибки все исчезают то есть вот имейте это ввиду возвращаемся к теме урока какой сайт не обходится без формы обратной связи конечно же мы можем на нашем сайте повесить все контакты в текстом виде там телефон и mail так далее но для каких-то сайтов нужна именно форма обратной связи давайте сегодня рассмотрим новый плагин сам плагин довольно таки популярный называется плагин в контакт форм 7 переходим плагин и добавить новый в поле поиска вставляем данный плагин то есть вот он так пишется контакт форм 7 находим его сразу здесь контакт форм 7 нажимаем установить и активировать сразу контакт форм 7 появляется в плагинах и появляется вот здесь вот в панели давайте вот здесь перейдем в настройки и сразу приступим к его настройки здесь можете почитать текстовые полезные сообщения можно здесь закрыть здесь можно добавить новую форму или вот у нас есть по умолчанию форма то есть можем создать неограниченное количество форм давайте зайдем в саму форму и давайте рассмотрим настройки то есть настраивается это все здесь название формы тоже можете поменять здесь нам по-русски все написано видите скопируйте этот шорткод и вставьте его свои записи но мы вставим это на странице до создадим дополнительную страницу то есть принципе прямо сейчас мы можем просто уже даже вставить и посмотреть на начальном уровне как она выглядит давайте попробуем это сделать то есть это шорткод вот как он весь есть моего копируем переходим страницы как раз таки мы страница с вами еще не затрагивали добавить страницу и просто вставляем шорткод прямо вот сюда в редактор здесь пишем например контакты далее нажимаю опубликовать переходим с вами в меню но у меня не настроен автоматический вывод пунктов меню в само меню поэтому я каждый раз перехожу в меню потому что мне так удобней вот сюда и нам нужно вынести сюда это в меню да вот у нас видите вот страницы вот самые свежие контакты да ставим галочку добавить в меню все добавлено нажимаю здесь сохранить меню перейдем на фронтальную часть сайта обновляемся вот у нас ссылка контакты кликаем и у нас вот на начальном уровне да смотрите контакты уже в принципе отображаются но пока форма у нас не работает ее нужно настроить то есть ваше имя и сразу написано обязательно ли это поле ваш email тема сообщение это самая простая форма да на самом деле там ее можно сделать сложнее не тоже сложнее более полезней для вас давайте перейдем контакт форм зайдем нашу форму то есть вот этими кнопками да вы просто ставите вот курсор чтобы он мигал ниже например enter чтобы снова строки и например оставьте кликаем по кнопке например url и сможем настроить чтобы человек например вводил какой-то url вашей форме да и соответственно тексты вот они мы можем их менять если вы хотите чтобы это не выглядел стандартно то есть вот эти вот тексты ваше имя обязательно вот это здесь прописывается да то есть можете прямо здесь от руки это переписывать ну давайте попробуем добавить поле ниже полезное поле например этот телефон кликаем по телефону тип поля обязательно ли более то есть человек может пропустить это поле отправить вам форму или это поле надо обязательно запомнить решать вам имя мы в принципе можем не трогать значение по умолчанию значение можно вот здесь написать например например введите ваш телефон поставить галочку использовать этот текст в качестве заполнителя поля сейчас посмотрим что это такое как это выглядит и дальше ниже мы нажимаем вот на кнопку вставить тег сохранить давайте посмотрим на сайте обновимся вот видите ваш телефон видите текст находится вот это слово в самом поле то есть поверх человек вписывает свой номер вот соответственно оно находится не там где надо кнопка отправить у нас выше да поэтому мы его вырезаем вставляем вот сюда и можем взять например вот такие вещи продублировать их здесь и вот закрывающий тег вставить вот здесь а вот здесь написать вместо сообщения ваш телефон то есть вот таким вот образом давайте еще раз посмотрим сохранить пойдем на сайт обновимся вот видите ваш телефон то есть вот так вот это работает ну и соответственно поле это можете перенести выше она здесь после сообщений от этого поля смотрится не очень хорошо обычно тогда текстовое поле сообщения но находится сам последний да вам ничто не мешает поднять это поле вот сюда выше хоть куда его хоть первым вот пожалуйста все очень просто и легко соответственно если нажмем отправить у нас по русски выскакивает одно или несколько полей содержит ошибки данных да пожалуйста проверьте их то есть просто незаполненные поля вот эти вот у нас подсвечиваются вот это кстати все сообщения при При удачной отправке, при неудачной, вы это все сможете легко менять на свои тексты, если здесь вам что-то не нравится. Сейчас дойдем до этого. Ну, думаю, понятно, как работать вот с такими кнопками. Здесь вы можете прямо прочитать на них и использовать то, что вам нужно в вашей форме. Далее переходим на вкладку «Письмо». Здесь давайте настроим. Здесь очень важны настройки. Если мы здесь что-то неправильно настроим, особенно вот это вот, то нам письма могут даже не дойти. И в поле «Кому» вы пишете свой email туда, куда вы хотите получать уведомления с вашего сайта, от ваших клиентов, которые отправят через эту форму вам сообщения. Здесь, в полях ниже, вы можете использовать эти почтовые теги, нам подсказывают. Давайте поле 2. Важное поле, чтобы письма нам доходили, нам нужно вот здесь вот указать непростой БКБ ящик, типа вот такого вот, а именно привязанный к вашему домену или почтовый ящик, созданный от вашего хостера, на вашем хостинге. Вот я сейчас буду тестировать тоже впервые на этом сайте эту форму и буду использовать свой email, привязанный к домену. То есть такую почту вы можете с легкостью тоже создать. Соответственно, вот это надо удалить и поставить сюда свою почту. Давайте нажмем «Сохранить». Смотрите, я вписал сюда свой email, то есть вот эти кавычки, которые здесь есть, такие вот галочки, да, вы их тоже оставляете. И сохранился, и у меня сразу обнаружена ошибка. Этот электронный адрес, отправитель не принадлежит домену. Конечно, можете создать хостинговую почту, да, вот с вашим вот этим доменом. Но у меня получилось, несмотря на эту ошибку, мне доставилось письмо. Сейчас я вам его покажу. Еще раз вместе с вами отправлю. И момент. Вот здесь вот можете поменять также название. Это title моего сайта здесь. И вот здесь вот ниже в поле нам нужно указать все поля, которые мы создавали вот здесь вот. То есть смотрите, вот здесь сразу подставляются вот эти вот переменные наших полей. Вот эти переменные нужно вставлять вот в эту область. То есть вот это вот, этот телефон, поле телефона. Просто сейчас я отправил, протестировал форму, и телефон, который ввел, он даже не отобразился в письме. Потому что его надо также вот отсюда прям скопировать. Вот этот код у вас, возможно, он будет по-другому называться. И это любое другое поле, которое вы создадите с помощью вот этих вот кнопок, да. То есть даже здесь вот видно, видите, ваш телефон. И вот он, вот этот вот переменная ID, так сказать, данного поля. Его нужно будет здесь где-то разместить, где хотите. То есть поставить вот эту переменную и выше для понимания написать, например, телефон. Вот, и пробелом также разделить. Ну, здесь я ничего больше не менял в этих полях. Даже вот, кстати, email получателя, вот, и как и отправителя, может быть один и тот же, если вам нужно на один ящик это делать, то есть копируйте и проставляйте его здесь. Неважно, просто это обе мои почты, поэтому я так сделал. Дальше, ниже, использовать HTML формат письма. Можно поставить галочку и, в принципе, сохранить. И давайте вместе с вами сейчас я протестирую. То есть имя, тест, email вымышленный, тема, тест, сообщение, привет. И телефон, три девятки, отправить. Сообщение отправлено. Давайте посмотрим. Сразу же моментально, вот вы видите, во входящие, вот тест написано, вот школа Федора Васильева, да. Давайте зайдем в письмо. Вот, пожалуйста, все здесь есть. От кого? Видно, email отправителя, тема, тест, сообщение, привет. Вот телефон. Это сообщение отправлено с сайта школы Федора Васильева. И здесь подставляться будет ваш домен. В данном случае это мой домен. Вы сразу будете понимать, что это сообщение отправлено с вашего сайта. Так что здесь все работает. Думаю, здесь все понятно. Дальше вы переходите в уведомления при отправке. Ну, здесь все просто. Здесь просто при различных обстоятельствах, неудачные отправки, по каким-то обстоятельствам, удачные отправки, еще какие-то обстоятельства. Все указаны здесь. Их достаточно много. Вы можете переименовать только те хотя бы, которые при удачной и при неудачной отправке. Тут вот идут везде подсказки, когда, в каком случае подставляются вот эти вот значения, да. Они уже на русском языке. Если вам не нравится, можете все их переименовать под себя. Здесь вот все понятно. И не забудьте нажать «Сохранить». Дальше здесь остаются дополнительные настройки. Здесь можно повесить, например, цели Яндекс.Метрики, чтобы отслеживать, например, клики по кнопке «Отправить». Вот. И еще важный момент – защита. То есть, смотрите, от спама. От того, чтобы нам не приходили пачками письма от спам-ботов, да. Конечно, здесь есть вот рекапча от Google, который мы можем переместить и настроить. Но я предлагаю воспользоваться еще одним бесплатным плагином, который интегрируется в контакт форм 7. Это плагин невидимого поля для ботов. То есть, это поле не будет выводиться здесь для людей, но это поле будет видеть боты. Если это поле заполняется невидимым ботом, тогда не пропустят форма для отправки сообщений данного бота и заблокируют его. Я думаю, это самый классный вариант, потому что эта капча, она все равно портит вид всей формы, хоть она и классная, и защищает от спама хорошо, но лучше поставить вот это невидимое поле, на мой взгляд. Давайте с вами поставим данный плагин, добавить новый, найдем его в репозитории, в поиск вбиваем «Контакт форм 7.honeypod», он так и называется. То есть, вот, посмотрите, как я это написал, и напишите тоже. Вот он, «Контакт форм 7», вот данный плагин, нажимаем «Установить», защитимся еще с вами от спама, и нажимаем «Активировать». Переходим в «Контакт форм 7», переходим в нашу форму. После установки данного плагина вот здесь вот появляется именно эта кнопочка «HoneyPod». Можем самой первой ее вот здесь вот поставить, плагин весь на английском. Здесь нам ничего не надо делать, просто нажимаем на кнопку «Insert Tag». А вот здесь он выше проставляется. Обновим фронтальную часть сайта. Да, но здесь есть небольшой отступ, все-таки это поле, оно тут что-то занимает, да? Давайте его лучше поместим куда-нибудь вниз. Перед кнопкой «Отправить», например, вот сюда вот. Вот, оно должно здесь быть. Это невидимое поле. То есть, как вы видите, на сайте мы его не видим. Именно в форме здесь его нет. На этом данный урок подходит к концу. Надеюсь, я все понятно, доходчиво объяснил, и вы сможете с помощью этого замечательного плагина, даже двух плагинов, создать потрясающую форму. Конечно же, это самые обычные навыки, это самая обычная форма. Если знать код, то можно довольно-таки красиво здесь все оформить. Форма популярная, мощная, известная и качественная. Давно знаю этот плагин, и поэтому всем советую. На этом здесь все, и пока-пока, до новых видео. Итак, как получить премиум-тему для WordPress? Премиум-тему могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilyev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню «Вход регистрация» вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка. Еще нет учетной записи. Вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее, необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress, и вы хотите получить премиум-тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова WordPress галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема неинтересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое. И поставьте вот здесь вот птичку CAPTCHA. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем регистрация. Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек, и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу fedorvasilev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема WP. Значит WordPress. В подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим в входящие. И видим вот такое вот письмо. Внимание. Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube. Или почта указана на сайте на моем fedorvasilev.ru Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема WP в подарок. И вуаля. Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю. Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку в WordPress и получить премиум тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да. И нажимаете ниже кнопку сохранить изменения. С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажатия на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку спам. Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.